привет друзья сегодня среда и время анонса анонса четвергового прямого эфира который мы называем хит недели вот вы знаете задумка хит недели снимать не выходить с хитом недели была такая более демократическая ну смотреть о чем народ больше говорит что ему что его больше волнует и на эту тему делать делать эфир и приглашать для интерактивов авторов этих постов которые занимают лидирующие топовые позиции по комментариям перепостом и всяким разным реакциям так вот на прошлой неделе эфир не состоялся по фосмажорным обстоятельствам я просто не успел вернуться в киев я просто был в дороге а мне в эфир было выходить неудобно прошлый четверг тема тогда была я вам напомню не тема а хит недели была публикация орена левари уже трех недельной давности она кстати до сих пор удерживает лидирующие позиции по реакциям перепостом и комментариям так вот орен левари написал две строчки как вы думаете он еврейский бог и когда это взорвало наше сообщество группы христиане честно поговорим если бы вы только видели и знали хотя может быть я представлю способом увидеть насколько это будоражит умы и сердца и вы знаете я опять отслеживаю тенденцию отслеживаю тенденцию которую пастор орен лишний раз просто вскрыл просто вскрыл просто опять взбудоражила эта тема общественность почему я так говорю потому что тема еврейского бога она настолько же проста настолько же насколько же и сложна она настолько же понятно и настолько же непонятно вот насколько она однозначно вот настолько же множество мнений может быть на этот счет понимаете в этой фразе в этой фразе одни увидели подтверждение своих откровений. Другие в этой фразе, в этом вопросе, как вы думаете еврейский он бог, люди увидели попытку узурпации одной нацией общенационального бога. А вчера я увидел очередное видео обращение очень известного калифорнийского пастора российского русскоговорящего по имени Александр по фамилии Шевченко. Если вы меня видите, я вас приветствую в любовью Господа нашего Иисуса Христа. Он тоже мой Господь. А я иудействующий, а я тот которых вы пытаетесь наставлять и уберечь от ересей иудейских, дабы мы не отпали от благодати и не потеряли спасение. В вашем... это я уже обращаться на... не буду я сейчас обращаться к Александру Шевченко. Друзья, я обращаюсь к вам. Ответ этого пастора, моему другу Олегу Хайзину, я думаю, войдет в историю. Войдет в историю, как образчик, я называю асемитизм. Кстати говоря, вот антисемитизм и асемитизм это суть очень близкие понятия. Антисемит этот, который явно настроен против евреев, против семитов. Из названия антисемит. А асемит это тот, который антисемит, но себе в этом не признается. Ну это так, по-простому есть. Так вот, в высказываниях Александра я как раз вот это и заметил. Асемитизм. Но я не собираюсь осуждать своего брата. Тем более мы верим в одного и того же мессию. Это нас роднит. Но я увидел следующее. Я увидел в то, что если на таком высоком уровне, не то что там епископальном, архиепископальном, но на высоком медийном уровне, а у Александра много подписчиков, много последователей. И в том, в комментариях к его видео я просто устал листать комментарии с аминь пастор, аминь, аллилуйя. Я не нашел ни одного комментария или высказывания там против или здравую критику. Я там этого не обнаружил. Ну так и вот. Просто что я вижу? Я вижу, что движение, обращение к еврейским корням и движение обращения к Богу, как к Богу Авраама, Исаака и Израиля, начало уже не то что напрягать, а я думаю даже пугать вот таких медийных личностей, как Александр. Потому что я думаю, я уверен, нет, я даже знаю, что в его ближайшем окружении люди, знающие его лично, начинают ему свидетельствовать и начинают ему раскрывать Писание под еврейским углом. Ну и так же я могу сказать как факт, что вот как проповедано и засвидетельствовано, вот так же идет и противодействие, что мы собственно говоря и видим. Да, аргументированно. Да, в стиле Александра. Но противодействие. Так что, ребята, давайте будем опять говорить. Ну так что, он еврейский Бог. Как вы думаете? Впишитесь.